Мы обсуждали в прошлой лекции модель ядра в виде жидкой капли, когда она представлялась просто как сплошная среда. Ну и было видно, что некоторую плавную А-зависимость эта модель воспроизводит достаточно хорошо. Но когда касается динамики, что касается динамики, то есть с этим проблемы. И кроме того, мы видели на картинке с энергиями связи, что там есть отклонения от плавной зависимости, которые в этой модели никак не описываются. Ну, если ядро можно представить в виде жидкой капли, то это значит, что определяющую роль играет взаимодействие. Взаимодействие держит эту каплю, так что давление на поверхности ноль. И без учета взаимодействия что-то там дальше сказать уже нельзя. Вообще говоря, задача обучения взаимодействия в системе многих тел, даже в классической механики, как вы знаете, она не решается точно. Что уж говорить о квантовой теории. Но, к счастью, когда частиц достаточно много, то тогда задача, как ни странно, может упроститься. И это связано с тем, что в системе многих частиц может произвести усреднение характеристик, которые действуют на частицы со стороны других частиц. И поэтому, скажем, если вы ведете понятие среднего поля, действующего на частицу, которая есть, по-прежнему, у от р, это есть сумма, у от р, минус р, то есть поле, действующее со стороны на частицу, в точке р со стороны всех остальных частиц, это просто сумма взаимодействия их. Или, если это переписать через плотность рот от р, которая есть там, сумма божи, и, если это функция от р, минус рж, то это больше 50 грамм. 2, 3, р штрих, у от р, минус р штрих, на рон от р штрих. Ну, вот, когда у вас плотность в ядре практически константа, и поэтому видно, что поле, которое действует на частицу, оно, видите, почти среднее по объему ядра взаимодействия. Среднее по объему ядра взаимодействия. Поэтому многие детали взаимодействия уже становятся не очень существенными. Ну, поэтому возникает соблазн. Да, кроме того, еще частицы подчиняются ферме статистики, и это дополнительно накладывает условия ограничения на возможность взаимодействия частиц. Потому что есть принцип Паулия. Поэтому, если у вас внешнее воздействие имеет характерную частоту омега, то это взаимодействие может возбудить, вот это внешнее поле, вот это поле с частотой омега, может возбудить частицы, у которых энергия, эпсилон, больше, чем эпсилон ферме, минус h омега. Только такие частицы. Потому что все остальные частицы, которые глубже сидят, они не могут перейти, поскольку состояние куда-нибудь перейти, занятое. Вот, поэтому частицы вблизи поверхности ферме, как мы увидим, они вообще ведут себя практически как свободные. как свободные. Ну вот, теперь, значит, можно тогда посчитать, что у вас задача разделяется, взаимодействие делится на две части. Большая часть взаимодействия усредняется и образует, дается у вас среднее поле. И то, что остается, называется остаточным взаимодействием. Поэтому картина возникает такая, что у вас есть среднее поле плюс остаточное взаимодействие. Что вы знали? Ну, мы знали, что надо перезагрузить, перезагрузить, налаживаясь. Уже перезагружали на метр. Уже перезагрузили на метр. Уже перезагрузили на метр. Уже перезагрузили на метр. Пароль. Так, можно это убрать? Пароль. 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 Продолжение следует... 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 и этим эффектом можно пренебречь и считать, что поле среднее задано для каждой частицы для каждой отдельной частицы оно задано изменение будет чувствоваться тогда, когда у вас много частиц меняет свое состояние, причем не случайным образом а каким-то таким согласованным чтобы в интеграле все это не усреднялось до нуля а какой-то конечный эффект но мы на этом этапе такие эффекты рассматривать не будем и будем считать сначала, что у нас частицы движутся в поле которые заданы от Бога как-то заданы от Бога и будем рассматривать свойства частиц свойства ядра, как набор движущихся, фиксированных в поле еще одно обстоятельство, которое надо иметь в виду что в этом поле у вас свойства частиц, вообще говоря могут быть другими в каком смысле другими ну точно так же, как вы и помните если частица движется в кристалле электрон, то у него там масса не совпадает с массой электрона и вообще эффективна это все эффект взаимодействия ну точно так же и здесь, например масса может быть у частицы другой у уклонов, которые движутся в яме в этом смысле они уже тоже козьи частицы, их вандау так их назвал как козьи частицы, но потом козьи частицы мы стали называть богородовские козьи частицы которые при учете спаривания когда у вас там вообще частица не есть свободная совсем связана пара так вот да, и кроме того вот это еще и остаточное взаимодействие которое уже достаточно слабое может быть это взаимодействие уже ничего не имеет общего вот с этим со взаимодействием частиц вакуума ну поэтому возникает такая картина довольно сложная что у вас частицы с измененными свойствами движутся в среднем поле и это среднее поле и еще при этом у них остается взаимодействие которое в общем-то ничего общего с первоначальными может не иметь вот, ну то есть там остаются только те компоненты взаимодействия, которые не вошли в среднее поле ну так вот значит вот мы начнем просто с картины когда у вас есть среднее поле поле фиксированное и рассмотрим движение частиц и начнем мы с простейшей модели естественно когда это поле имеет форму кубика ядро в форме кубика ядро в форме кубика со стенками и в стенках у вас частицы и внутри этих стенок движутся частицы свободно ну фактически это и есть идеальный фермигаз который насыпан значит потенциальный ящик насыпан потенциальный ящик вот мы будем считать что вот у вас есть вот этот потенциальный ящик мы будем считать что здесь укажем 0 а здесь mx или y или rz И мы будем считать, что здесь периодически граничные условия. Периодически граничные условия. Так что у вас в волновой функции есть в степени И, П, Р на Х. Подвинуть опорим из объема этого ящика. Тормировка этих волновых функций. Ну и при этом есть условия командования. Скажем, ПХ это будет Е в степени И, ПХ на ЛХ делить на Х. Равно единице. Ну а это означает, что у вас ПХ плантовано. Это есть ХНХ. Поделить на ЛХ. И умножить на 2Н. На 2Н. Вот она плантована. Ну и точно так же для ПЮ и ПЗ. Ну такой модель фермигаза. Теперь, почему мы выбираем просто такой нейрористичный модель, как кубик? Ну на самом деле причина очень простая. Что когда у вас частиц достаточно много в этом кубике, то форма кубика уже не слишком существенна. Потому что основные свойства ядра, они зависят от плотности, от величин, которые от формы, от формы ядра зависят от слабого. То есть там глобальные свойства ядра, они определяются объемными эффектами. Они зависят только от объема, объемными эффектами. Это главный член в этом формуле МАС. Поэтому для того, чтобы так понять, почувствовать, что происходит, мы можем рассматривать вот такую простую модель. Вот это модель фермигаза. Мы с нее и начнем. Так, да, ну и при этом, конечно, энергии частиц, мы будем считать, что энергии, конечно, есть в Солнце, как и в СФ. И это есть, то есть, те же, П квадраты, только деленные на некоторую эффективную массу. Некоторую эффективную массу. Которая, вообще говоря, отличается от массы углона. Ну, вообще говоря, есть указания, что вблизи поверхности ферми, когда мы насыпали сюда вот эту культурную ферми, вблизи поверхности ферми М за звездой где-то порядка 0,7 или 0,75. Сколько я уже сейчас? Ну, полная масса 7. Просто. Да, 0,7. 0,7 от массы протона. 0,7 от массы протона. То есть, если несколько легче. То есть, часть ушла. Это, собственно, эффект взаимодействия. Почему масса меняется? Может меняться? По очень простой причине. Вот здесь у вас есть зависимость от импульса в этом взаимодействии. Зависимость от импульса. Есть какая-то зависимость от импульса, в том числе и квадратичные П-члены. Если вы этот П-квадратный член выделите отсюда, то его можно отнести в кинетическую энергию. Но это означает, что у вас там масса будет уже другая. А это новосемия на моменте? Нет, новосемия – это из экспериментальных данных, таких подгонки. Из подгонки экспериментальных данных получается, что лучше всего массу брать под это новосемия. Но это вблизи поверхности фермы, я повторяю. Как мы увидим, вблизи поверхности фермы только имеет смысл говорить об отдельных частицах. Так, ну, дальше что? Дальше, ну, как вы помните, в системе идеальном фермы ГАДе такой характеристикой важной является плотность состояний одночастичных, которая, в общем-то, есть просто фактор G, статистический вес, который в данном случае будет равен не двум, как для электронов, а четырем, потому что у вас еще есть два состояния типа из-за спины. То есть два спина и два из-за спина, то есть он здесь будет четыре. Ну и дальше мы пишем это D3P, D3R на 2PH в кубе. Ну, дальше интегрируем по R, это переходит в G D3R объем D3P на 2PH в кубе. Ну, еще и дальше по углам что проинтегрирует, то здесь будет G, это число состояния, ну, ладно, я потом, потом мы обозначим. GV P квадрат DP так, здесь остается 2I квадратный H кубин так, что еще? А, ну и теперь давайте напишем так, напишем так, это есть DP по D эпсила умножить на D эпсила. Ну, вот теперь вот этот коэффициент это и есть плотность состояния. плотность состояния. NU как U P NU от эпсила это есть G V так, D эпсила под АП это скорость, поэтому здесь у вас входит скорость, это будет P делить на массу эффективную, она является в знаменателе, поэтому импульс сокращается, здесь P на плюс на звездой поделить на 2 квадрат H кубин вот такая водность состояния. Ну и P здесь должна функция энергии P от этого вот из состояния фермигаза. Ну, она ведется как квадратный полиционер. Ну, как мы видим, дальше мы видим, что основное состояние ядра в этом смысле очень простое. У вас заполнены все состояния вплоть до энергии фермиг. как обычно бывает плод энергии фермиг. И тогда считает все... ну и тогда мы можем сосчитать импульс фермиг обычным способом. У вас там полное число частиц А, это есть интеграл у D3V по заполненным состояниям. Ну, и это обычно будет равно D3V D3R на 2 H кубе на 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 G. Ну, и это тогда будет те же самые GV. Так, и тут да, я напишу сразу 2PiH в кубе остатки а тут 343 Pi на P в первом кубе. Ну, откуда значит, видно, что импульс фермы здесь определяется той же самой плотностью. Импульс фермы Pf есть H на 6Pi квадрат поведет на G и умножить на плотный строк и степень конечно 1,3. Это импульс фермы. Теперь, плотность игра мы знаем 0,16 0,17 частиц на кубический ферме. Вот, если это подставить, то получится, что импульс фермы подставить, будет порядка 270 мэр поделить на цель. 270 мэр поделить на цель. Здесь, конечно, надо поставить Hc поделить на цель. Поделить на цель. Тогда это будет мэр. хc выножить на фермы на фермы на фермы на фермы на фермы вот это практически нет. С точки зрения до того, что здесь стоит P. Ну, потому что, ну да, это практически не то же самое ню, только здесь оно как функция нерп не написано, а мы там проинтегрировали по P. Вот P2 dp оставили вот здесь. Вот df не писали, а просто проинтегрировали по P. Одну ладу дфермы. И там как раз четыре третьих ручных. Так, дальше что? Кстати, этот импульс фермы, если вы переведете его в обратную ферму, то получится следующее, что P ферме порядка 1, 36 делится на обратную ферму. И если ввести среднее расстояние между частицами R среднее, которое есть сколько там? А, вот 3 поделить на 4 pi ρ в степени 1,3 3 на 4 pi в степени 1,3 то тогда получится следующее, следующее, что P ферме умножить на R среднее будет равно 9 pi поделить на 2 G в степени 1,3 Значит, если G 4, то получается корень третьей степени из pi но это влечена порядка 1 корень третьей степени из pi влечена порядка 1 цепени нет 1 1,18. Величина порядка единицы. Величина порядка единицы. Так что фактически, видите, импульс фермы определяет обратное расстояние между частицами. 1,36 фермы, если учесть, что размеры, радиус нуклона где-то 0,8 фермы, то удвоенный радиус нуклона, диаметр 1,16 фермы, расстояние между центрами 1,36, ну это означает, что частицы касаются реально. Это ядро, плотно упакованную систему. Частицы касаются, но это типичная дожидкость. Ситуация. Частицы друг друга чувствуют. Так. Ну теперь, если подставить вот это выражение до импульса фермы в энергию фермы, в энергию фермы, которая есть в энергию фермы, то получится следующее. Получится, что-то так, 38, ну а здесь стоит масса протона, поделить на М со звездой. Это в моей вахне. Ну и если подставить М со звездой 0,7, то получается 55 мэр. Это равняется 55 мэр для М со звездой равно 0,7. Ну и если вы помните, что у вас энергия фермы, она совпадает с температурой вырождения, то это означает, что классическая статистика появляется при температуре больше 55 мэр. Ну при таких температурах, извините, перестает существовать, потому что оно распадается гораздо раньше. То есть оно распадается на, там уже при температуре порядка нескольких мэр начинает вылетать частицы из него испаряться. Ну поэтому всегда вблизи основного состояния там сильно вырожденный квантовый газ, который как раз мы будем изучать. Теперь, да, теперь вот важная характеристика это плотность уровня на поверхности фермина. Вот эта величина нюн фермина, которая есть вот это нюн, а вот епсион фермина. Довольно часто будет встречаться, потому что интеграл мы всегда будем брать плотности вблизи поверхности ферми, где вот эту плотность уровня можно заменить на константу. Вот, эта величина, если подставить сюда, что такое при ферми, вот из того выражения, она будет выглядеть так. Это есть три вторых А подверглись на епсион фермина. Вот что такое плотность, плотность состояния на поверхности фермина. То есть, в общем, так, на вот это расстояние делится. То есть, число состояния вблизи поверхности фермина, оно вот такое. Вот такое. Хорошо, да, но еще из-за того, что у вас зависимость от епсиона стоит корень, то тогда вот это не от епсиона, можно представить, как не от епсиона, вот это, умножить на корень квадратный из епсиона делить на от епсиона фермина. То есть, вот такая простая зависимость получается. Хорошо. Теперь, давайте мы как раз сейчас обсудим... Да, ну, можно еще про энергии сказать. Про энергии сказать. Что энергия полная. Оно, если вы помните, полная энергия, интеграл с епсионом, она есть в три пятых епсионом ферми, на тренингом частицах, ну и умножить, естественно, на а. Умножить, естественно, на а. Так, теперь еще где-то тут эпсионом ферми мы писали. Смотрите, п-ферми, п-ферми зависит от рода деленной ноже. Только. П-ферми зависит от рода деленной ноже. Поэтому, ну, вы можете рассматривать это как газ, частицу, у которых, так, есть еще и изотопическая степень свободы. А можно рассматривать как два газа. Газ нейтронов и газ протонов. Ну, и поскольку там плотность у них ром пополам, и G двойка, то отношение ром к G одно одинаково. Поэтому и п-ферми у газа протонов, у газа нейтронов должен быть одинаковый. Ну, и это естественное требование, потому что у вас, если вот тут вы разделили, то газ нейтронов и газ протонов должен иметь одинаковый химический потенциал равновесия. Из этой же картины видно, что число нейтронов и число протонов будет разным, потому что вот если вот эта часть у вас будет протоны, то у него еще дно ямы будет приподнято на полоновскую энергию. Есть отталкивание полоновское, поэтому дно ямы у вас будет приподнято. Яма для протонов меньше на величину полоновской энергии, которая на одну частицу составляет там в районе восьми, не восьми, там где-то около пяти мальчиков. на частицу. Поэтому число протонов здесь и число нейтронов будет отличаться. Естественно, что число нейтронов будет больше. Потому что яма для них глубже. Да, ну и кроме того, конечно, мы считали здесь, что у нас у нас энергию отсчитывали, здесь вы считали, что энергия ноль, но на самом деле мы должны все-таки учесть, что у нас есть энергия связи, поэтому энергия где-то вот здесь ноль, а это глубина, средняя глубина взаимодействия на частице. Мы должны вот здесь написать, вместо вот этого мы должны учесть, что у нас тут стоит минус. а умножить на ноль и минус три пятых и все на самом деле. То есть мы должны значить это глубины ямы. Фактически. Вот эту энергию. Да, энергия требовала облицательна. И она равна фактически энергии отделения частиц. Энергии, которой необходимо передать частиц, для того, чтобы она могла вылезти. Так, ну и дальше. Естественно, тогда энергия каждой частицы будет не просто П квадратная, она будет иметь в вид такое, это будет эпсил на П, будет иметь П квадратный на два, с резиденом, минус у ноль. Вот отсчитывается одна яма. Ну вот такая грубая картинка. Теперь, ну, коль скоро, вот это и есть энергия, полная, полная энергия, пропорциональная часть энергии, пропорциональная А, это фактически, вот это и есть коэффициент, коэффициент объемный при формуле массы. Вот это. Ну и тогда, и коль скоро появится от фермы знаем, то мы можем оценить глубину ямы, которые получаются порядка 50 м, в районе 50 м. Глубина ямы в районе 50 м. Эта глубина, она постоянно для всех ядер, и с умельчением А меняется только размер вот этот. Вот этот вот размер меняется, ямы становятся шире, поэтому число уровня не больше, и плотность остается постоянно из-за этого. Хорошо. Теперь давайте мы сейчас 5 минут перерыв делаем, а потом обсудим, почему можно считать частицы свободными. Что будет, если мы посадим вот сюда частицы. Посадим вот сюда частицы. Состояние высшей поверхности первого. Ну, у вас есть частица взаимодействия, взаимодействие частицы есть с остальными. Она может столкнуться с какой-то частицей, которая здесь находится, сидит за полных состояниях, и образовать состояние, которое, значит, вот будет иметь уже две частицы возбужденных, и дырку в состояние, откуда была частица выгнена. Дальше этот процесс может повториться, у вас уже будет там три, три квазичностицы, будет потом пять, семь, и так далее, показывает, что у вас с ним установится там температурное распределение. температурное. И образуется в результате в конечном состоянии это будет то, что Бор в свое время назвал составное ядро. Когда у вас много частиц возбуждено, и энергии возбуждения каждой частицы очень мала. Но энергии возбуждения, естественно, в этой ситуации отсчитывать от поверхности фермы. То есть энергия частицы отсчитывать от поверхности фермы, она будет, конечно, многих частей мала. Ну так вот, давайте просто оценим вероятность вот этого процесса первого шага перехода от одной частицы или квази-частицы как можно сказать к трех один в день. Ну и прямо будем писать по стандартной форме по теории возмущений по теории возмущений мы напишем золотой правил фермы что у вас вероятность возбуждения единицу вредной ест 2 3 h бета-функция так значит пусть этот импульс ф у этого будет f1 p2 p3 ну мы можем написать что скажем например p2 давайте вот этот сделаем p2 а этот p3 напишем что p3 у вас есть сохранение должен быть равен p минус p1 минус p2 то есть сумма вот этих импульсов трех должна быть равна вот этому импульсу и здесь стоит гета-функция которая выражает закон сохранения энергии значит у вас было епсилон p в начале в конце у вас минус епсилон p1 минус епсилон так что тут у нас p минус p1 минус p2 ну и плюс епсилон p2 плюс потому что здесь у вас видите дырка она немножко идет да энергия есть удобно отчитывать от поверхности ферми и писать что епсилон p это есть p квадрат минус p ферми квадрат поделить там 2 массы с гвоздой ну и мы будем считать что импульс p близок к импульсу ферми частица находится поблизи поверхности ферми так что вот это выражение прибыль можно написать что это есть просто скорость на поверхности ферми умножить на p минус p ферми Ну, b плюс b ферми я заменил на 2 b ферми, и тогда, значит, вот такое выражение получено. Ну и дальше, дальше мы должны еще проинтегрировать в конечном состоянии. Ну и вот-вот начинает играть принцип пауэрри. Потому что вы должны написать, что у вас тут стоит фета-функция от b минус пауэрри, в частности, которую вы посадили, она больше пауэрри. Дальше, импульс пауэрри тоже будет больше, чем пауэрри. Ну, я не знаю, давайте не пауэрри писать, а и и псалом. В общем, можно писать пауэрри минус пауэрри. Так, дальше, фета от пауэрри минус пауэрри. И фета-функция от пауэрри минус пауэрри. Вот эти факторы должны написать. И здесь стоит P3, P1, D3, P2. Накладный H в шестой степени. И еще мы должны написать здесь где-то матричный элемент взаимодействия, который переводит частицы в составе с инфурсами P. Это конечное состояние P1, P3. Взаимодействие P, P2. В начале частицы сидело в составе P2, и P было в конце P и P3. По мудрую в квадрате. И усредненное там по всем спинам, которые могут быть. Вот это выражение общее для вот этих величин. Ну вот, теперь смотрите. Значит, здесь у вас есть интеграл по углам и по модулю. Значит, интеграл по углам, вот это выражение зависит от углов. Вот это выражение зависит от углов. То у вас, говорит, функция снимается. Но тут остается тета-функция, которая говорит вам, что сумма вот этих энергий не может превышать первоначально. То есть она должна быть меньше. Всегда. Вот. И кроме того, у вас вот есть эти тета-функции, которые говорят, что вот этот P1 не может уйти вверх. Да, кстати, вот эта тета-функция P энергии, она вам говорит, что вот этот P1 не может быть больше, чем P. Потому что не хватит энергии, чтобы вытащить частицу. Вот. Поэтому у вас вот это интегрирование по модулю у вас ограничено. Оно ограничено как раз областью, которая имеет вершину P-U с P-F. Ну, поэтому, значит, тета-функцию снимаем. Дальше я просто пишу вот так. Значит, по углам я не буду писать интегрирование. Я пишу, что у вас остается вот этот самый маточный элемент. У. Я напишу так. Я напишу так, что, значит, конечное состояние, ну, начальное состояние, по-моему, уже в квадрате. Так, здесь, значит, останется, ну, какой-то коэффициент. Здесь останется P квадрат, P1 квадрат, DP1, P2 квадрат, DP2. П-1 и P2, они близки к конкурсу ферме. Все же разыгрываются возле вот этой границы. Поэтому просто я сделаю, здесь загоню их на югность ферме. Все это приближение. Вот P-ферме и здесь P-ферме. П-ферме. Осталось интеграл по D-P1 и D-P2. Они как раз ограничены, ограничены вот этой областью. Поэтому стоят ядни. Они меняются только в этих пределах. Ну, поэтому понятно, что вот эта же самая тухлевость с точкой, ну, которая есть фактически, фактически ширина вот этого состояния, ширина вот этого состояния и там обратное время жизни по отношению к этому процессу, то есть оно пропорционально получается P-Fерме в квадрате из-за вот этих двух интегралов, каждый из которых идет только до P-Fерме. До P-Fерме. Ну, вот смотрите. Ну, а тут всегда получается, да, а энергия у вас в первой степени, поэтому получается, что гамма, зеленая на ε в порядке P-Fерме. И это означает, что у вас частица при предвращении поверхности ферме начинает жить вечно. То есть, иными словами, состояние одной частицы вблизи поверхности ферме хорошо определено. У нее очень большое время жизни. Поэтому вы можете считать, что это чуть-чуть работает. Ну, и все, и все эффекты от взаимодействия, они ушли в то, что у меня там масса, магнитный момент или еще что-то поменялось, поменялись какие-то характеристики. Ну, правда, спит, поменяться не может. Было одна вторая, остается одна вторая. Ну, и тогда у вас эта частица, в общем-то, представляет собой голую частицу, плюс облако поляризации, которое возникло из-за взаимодействия со средой. Поэтому можно говорить о том, что вакуумная частица, если назвать ее голой, то средняя частица одевается. И она будет одета облаком, которое нам, вот из-за того, что она взаимодействует, она там какую-то там среднюю часть среды поляризует, как это бывает, скажем, в электролитах. Ну, эффекты типа поляризации возникают, и у вас такое движется, на самом деле не частица голая, а целое облако частиц. Ну, и поэтому понятно, что у вас, если частица движется медленно достаточно, но движется вместе с облаком. Ну, а если, значит, частица удавить каким-то, передать большой импульс, то она может выглядеть как голая при больших скоростях, при больших импульсах. У вас среда не успевает среагировать на частицу и так дальше. Свойства частиц становятся близки при больших импульсах, становятся близки к вакууму, к свойствам голой частицы. То есть видно, что, в общем, вот эта масса, она сама зависит от импульса. По идее, что если вблизи поверхности ферма она такая, то при других энергиях возбуждения, она будет уже, при больших энергиях возбуждения, она будет становиться близкой к массе протона. Будет близка к массе протона. То есть картина довольно сложная, но тем не менее, как мы увидели, что самый существенный момент в этом всем, что вот принцип Паули, который выражается вот этими гетофункциями, принцип Паули обеспечивает большое время жизни одночастичного состояния вблизи поверхности фермы. Это означает, что это частицы. Мы можем классифицировать частицы, как набор свободных частиц вблизи поверхности фермы. Ну понятно, что если вы уйдете сюда куда-то, то тут, конечно, эта картина не будет работать. Но вблизи поверхности фермы вы можете считать, что у вас частицы свободные. Свободные. Ну теперь, дальше что еще можно видеть? Значит, если вы посмотрите на вот то, что мы вычисляли в ферме газа, энергия частицы, я ее здесь стер, мы получили только поверхностную энергию. Но в любом случае, вот при таком подходе в ферме газовского воздуха появляются только плавные зависимости. Плавные зависимости. И никаких эффектов, которые вот видны, были... И чё? Которые были видны вот на картине энергии связи, когда-то были отклонения от плавного поведения, они здесь не видны. Поэтому, какая причина вот этих самых отклонений? Ну она заключается в том, что на самом деле у вас в конечной системе у вас плотные уровни не идут плавно. Не идут плавно. У вас есть конечное расстояние между уровнями. Конечное расстояние между уровнями. И уровнем группируются в оболочке. И вот эта оболоченная структура уже может отвечать за вот такое периодическое, что ли там, отклонение, отклонение свойств от плавного поведения. От плавного поведения. Значит, эта картина, она действительно возникает везде. Потому что вот эти магические числа, которые были в этой самой картине, очень видны впервые. Впервые были видны в этой самой картине, которую мы и на «Бесвязь» писали. Что-то далеко. еще больше. Вот. Вот здесь. Вот видите. Вот эта картина. Так работает. Вот эти отклонения, они в области чисел каких-то совершенно фиксированных. Вот эти числа были названы магическими числами. И эти магические числа проявляются во многих свойствах. Во многих свойствах. Значит, вот это вот одно. Это энергия связи чисел. Дальше. Значит, эти магические числа имеют следующее значение. Значит, два, два, восемь, дальше двадцать, потом пятьдесят, потом восемьдесят два и сто двадцать шесть. Ну и кроме того, есть еще, есть еще, вот какие-то там аномалии в районе двадцати восьми, и где-то еще, кажется, ну, кажется, все, да, двадцать восемь. А, сорок. Сорок тут не видно. Вот двадцать восемь еще есть. Некоторое отклонение. Значит, вот это один эффект. Следующий эффект – это энергия отделения. Энергия отделения. Энергия отделения – это то, что мы называли, скажем, энергия отделения нейтроном СНД. Это есть B от А Z минус B от А минус единицы на Z. При этом тут предполагается, что N у вас число нейтронов нечетное, а Z у вас черное. Энергия отделения – это нечетная частица. Вот если посмотреть, то, что у вас есть B от А до 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 А. Здесь наоборот. Здесь наоборот. У вас N – четная, Z – нечетная. То есть энергия отделения – нечетная частица. Вот если посмотреть на атомы… Если посмотреть на атомы – надо обратно вернуться, то это аналог энергионизации атома. И вот в атомах мы видим, что у нас есть... Вот, вот это атом, энергионизация атома. Ну вот видите, вот у вас есть пики, где энергионизация очень велика, это инертные газы. У них главные оболочки заполнены полностью. А следующий за инертным газом имеет минимум. Скажем, вот это натрий, калий, и тогда литий. Вот здесь, по-моему, где-то натрий, по-моему, здесь где-то калий. То есть как раз за эти... Всё, да, вздох. Следующее, за главными оболочками, когда у вас только начинает новая оболочка заполняться, у вас энергия, и они потенциально падают. Ну вот теперь, если навести статистику на энергиоотделение нейтронов, например, то вот замечательно, как видно, что здесь, видите, что получается, что вот тоже, вот тоже, вот эти числа написаны, 2, 8, 20, 28, 50, 8, 20, 20, 26. Ну и видно, что вот, вот особенно в тяжёлых ядрах это видно, видите, 126, вот тут была большая энергия отделена, а потом сразу резко вниз идёт. И здесь тоже скачёт, сразу резко вниз. Вот эти разные линии, это ядра, у которых N равно Z-1, здесь Z-1, ну и, соответственно, Z-2, Z-3 и так далее. Здесь Z-2 чёрные, а N не чёрные. То есть видно, что есть картина похожая. Это означает, что у вас в ядре тоже должны быть оболочки, как в атомах. И если посмотреть на протоны, то ситуация тоже похожа. Хотя уже не так ярко выражена, есть кулон, который немножко сглаживает все эти эффекты. Но тем не менее, вот когда опять тяжёлые ядра, большие Z, то здесь тоже вот видно резкое падение сразу после магических ядер, резкое падение энергии мира. То есть такое впечатление, что вот эти магические числа отвечают заполненным оболочкам для частиц, движущихся в поле УАТЭ. Ну, кроме того, ещё один эффект – это просто распространённость элементов во Вселенной. Распространённость элементов. Ну, самый распространённый элемент – это конечный водород. Ну, и это в единицах водородных по отношению к водороду распространённость. Ну, вот видно, что самый распространённый элемент – коррежа железа. Ну, тем не менее, дальше видно, что вот в этих самых магических числах у вас есть пики распространённости. Пики распространённости. То есть этих элементов больше. Они наиболее стабильны. И образуются чаще, чем другие элементы в природе. Да. Ну, и кроме того, ещё мы видели, что когда обсуждали энергию первых возбуждённых состояний, чётно-чётных ядер, мы видели, что энергии состояния 2+, они периодически падают. В районе магических ядер они имеют максимальное значение. Затем по мере заполнения следующей оболочки у вас резко падает энергия вниз. Гораздо ниже, там, на порядок меньше, чем энергия в области магических ядер. А затем снова идёт вверх, когда вы приближаетесь к другому магическому числу. Ну, и так далее. То есть есть такая вот периодичность, которая может быть связана как раз с заполнением оболочки. Ну, и тогда, естественно, надо будет понять, какой вот этот самый... Ну, мы взяли потенциал самый простейший, теперь тогда надо понять, а какой нам надо взять потенциал для того, чтобы вот эти оболочки и вот эти свойства воспроизвести. Вот эти свойства воспроизвести. Ну, вот давайте мы попытаемся сейчас сделать быстренько. Теперь я это выключу. Значит, вот мы сначала рассматривали вот такую яму с бесконечными стеблями, фактически. С бесконечными стеблями. Ну, понятно, что потенциал... Да, кстати, мы видели, что вот если написать вот это выражение для потенциала, то у от r есть, интеграл у от r минус r штрих, плотность ρ от r штрих до r штрих. Значит, из-за того, что у вас плотность постоянная, а потенциал короткодействующий, взаимодействие короткодействующий, то есть оно распространится на лишнюю порядка одного ферми, максимум. То тогда, вот прямо видно, что поскольку вот этот образ далеко от плотности от r штрих, r от r штрих далеко отходить не может, это означает, что у от r фактически повторяет форму плотности. Ну, если бы это взаимодействие вообще была точечная гельтофункция, то она просто бы совпадала. Ну, а так оно немножко размытое. Это означает, что, скажем, яма вот эта будет немножко шире, чем плотность. Немножко шире, чем плотность, потому что есть конечный радиус взаимодействия, и поэтому она распространяется немножко дальше от границы ядра, чем плотность. Ну, за счет вот этих разностей, за счет того, что есть конечный радиус. Вот, поэтому, в общем-то, конечно, вот такая потенциальная няма, если часто можно плотность ступенькой по аппроксине, то тогда и потенциал тоже может ступенькой. Тоже в этом смысле неплохое приближение. Но он вам не дает никакой периодичности. Ну, он дает, но вот фермы и газ мы фактически не учитывали вот это квантование уровней. Мы считали, что здесь много и переходили к интегрированию. На самом деле, конечно, у вас размеры ядра малый, поэтому расстояние между уровнем и конечным. аж квадрат на има квадрат работает. В принципе, неопределенности работает. То есть у вас частицы локализованы, поэтому у них есть конечная мерка и порядка аж квадрат на има квадрат. Где а – это размер гидра, минимальный. Ну, так вот. Теперь, ну, а давайте теперь дальше изобретать вот этот потенциал. Вот этот потенциал. Если у вас частиц мало, то они все будут лежать около дна. Все будут лежать на дне, близко к дну ямы. Ну, а у дна ямы, очевидно, вы знаете, что любой потенциал можно аппроксимировать следующим образом. Я думаю, что у от R есть у от R0 плюс там у 2х от R0 пополам на R-H0 квадрат. И точка R0 – это точка минимума. Потенциал. Близи минимума он всегда квадратичен. Ну, это означает, что простейшим приближением к той картине, которую мы взяли, мы должны рассмотреть потенциал просто гармонического осциллятора. Потенциал гармонического осциллятора. Ну и тогда, вот действительно, вот теперь вторая модель, модель гармонического осциллятора. Когда мы считаем, что потенциал, наш вот этот, вот этот, он есть. Значит, гамильтониан, наш одночастичный гамильтониан, это есть P квадрат на 2, M сопереджой, плюс, ну давайте просто писать нам, плюс M омега, как и омега 0 в квадрате на M квадрат пополам. Трехмерный гармонический осциллятор. Трехмерный гармонический осциллятор, значит, есть сумма трех осцилляторов по X, по Y и по Z. У каждого энергия H одновременно на M плюс 1 вторая соответствующая. Поэтому сразу можно написать, что полная энергия, Epsilon, M, есть H, он не до 0, а здесь может стоять M большое, плюс 3 квадрата. У меня есть M большое, у меня есть Nx плюс Mg плюс Mz. Ну, да, ну и состояние наше, оно характерируется вот этими тремя квадратными числами, Nx, Ny, Mz. Можно работать в таком представлении. Но потом мы перейдем к другому представлению, в котором сохраняется обитальный момент L, поскольку центральный потенциал. Так, теперь, смотрите, сразу видно, что у вас эти состояния, состояние с определенной энергией N, оно вырождено. Оно вырождено, потому что, видите, вы можете многими способами, несколькими способами обеспечить сумму трех чисел выбором вот этих трех чисел, чтобы обеспечить постоянную сумму. Но сколько этих самых... Сколько этих... Сколько... Какова степень вырождения уровня с данным N? Как посчитать? Число состояний? Число способов, которым вы можете эту сумму обеспечить равное N? Задача комбинатурики... Н плюс 1 на N плюс 2 пополам. Да, совершенно верно. Н плюс 1 на N плюс 2 пополам. Это C из N плюс 2 пополам. Это фактически вы должны взять... Ну, это как-то задача... Мы берем... Сколько там... N плюс 2 объекта... N плюс 2 объекта, всего N плюс 2... Который, значит, вот в таком вешке... И мы должны выбрать из них два объекта и объявить их стенками. Значит, вот здесь стенка, вот здесь стенка. Выбрать два объекта и объявить их стенками. Ну, и тогда получается как раз, что число способов... Есть число сочетаний из N плюс 2 пополам по 2. Значит, поэтому... Вот это... Как мы назовем число... Ну, давайте назовем A от N. Это число... Состоянность данных N... Это есть... Одна вторая... N плюс 1 на N плюс 2. Так... Ну, давайте тогда посмотрим... Ну, в каждом состоянии у вас может поместиться две частицы одного сорта. Два протона и два нейтрона. Ну, давайте возьмем состояние основное. Основное состояние отвечает N равному нулю. N равному нулю. И при N равному нулю у вас... Значит, здесь получается A равно единице. Значит, тут может сидеть одна частица со спином вверх и еще одна частица со спином вниз. То есть, получается, что этот уровень заполняется двумя частицами. Вот у нас уже вот это получилось. Следующий уровень... Сколько? Значит, две частицы здесь. Следующий уровень... N равно единице. Значит, получается... Здесь будет тройка, здесь четверка. Пополам шесть. Шесть. Правильно? Три, четыре, шесть. Шесть, да еще плюс... Э-э-э-э-э-э-э-э... А, три. А? Три должно быть, а не шесть. А почему шесть? А, вот здесь. Н единица, здесь будет 3, а здесь будет 2, не точно так, 6, 6 пополам 3, 3 частицы, 3 частицы, каждое может быть, 3 состояния, каждое может быть 2 частицы, то есть всего 6, 6 плюс еще 2, получается 8. То есть тут уже второе число получилось, второе число получилось, то есть оболочка следующая заполняется, когда у вас 8 частиц всего есть. Так, а следующий уровень, N равно 2, N равно 2, значит здесь будет 2, да, 1, 3, а, вот здесь будет 12 частиц, 12 частиц, то есть тут 6 получается, вот это A равно 6, значит там может 12 частиц, и если эти 12 частиц прибавить к 8, получается 20. То есть видно, что вот первые 3 нижние оболочки осциллятор прекрасно воспроизводит, прекрасно воспроизводит, то есть как раз если у вас осциллятор, то все получается. Теперь, если мы возьмем следующий уровень, N равно 3, то тут получается, здесь будет 4, 4х5, то там будет 20, 20, да еще 20, получается 40, а там 50 стоит. То есть так же начинается некоторое отклонение, связанное с чем-то, которое надо понять. Вот, ну хорошо, значит по крайней мере первые 3 оболочки совпадают, получается, поэтому давайте мы эти свойства сейчас еще перечислим. Немножко, 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 так, значит вот если брать такой осциллятор, то соответствующие числа здесь будут такие вот, для осциллятора будет 2, 8, здесь будет 20, дальше будет 40, дальше будет 70, там 70 и 112. То есть видно, что, в общем, как-то, не так, чтобы совсем далеко, но отличаются, отличаются. Хорошо. Хорошо. Хорошо, теперь давайте мы, исходя из свойств ядер, оцелим хотя бы частоту. Да, кстати, четность состояния какая? Четность состояния, четность осциллятора каждого есть минус единица в степени n. Поэтому четность вот этих всех трех будет n y плюс n z плюс равна минус единица в степени n. То есть эти оболочки отличаются четкостью, отличаются по четности. Основное состояние имеет положительную четность, в следующем уровне имеет отрицательную четность, в следующем положительную четность чередуется по оболочкам. Теперь, чему равна тогда частота, как ее можно оценить? Чему равна частота, как ее можно оценить? Ну, что мы знаем про ядро? Мы знаем, что если у вас имеется а частиц, то радиус, это если r0 на а, это не одна треть. Должен быть такой раз, весь ведет себя из эксперимента. Ну, поэтому давайте мы засчитаем. Да, а r квадрат средняя, r квадрат средняя, это будет 3 пятых r0 квадрат на а в степени 2 третьих. 3 пятых возникла от того, что плотность константа. Мы считаем, что плотность постоянная. Тогда, значит, r квадрат средняя будет 3 пятых от r большого r квадрата. Вот. Ну, давайте мы тогда сосчитаем r квадрат. То есть состояние, когда мы посадили а частиц на все нижние состояния. Так. Значит, для одного состояния r квадрат средняя, для одного состояния nr квадрат, n. Это есть, ну, где n, это вообще набор вот этих трех чисел. Это есть, ну, прямо отсюда можно считать, что энергия этого совпадает с этим. Равна h облега, то есть вот эта вершина есть h облега пополам отсюда. Ну, и отсюда сразу получается, что это и есть h поделить на m омега 0. h на m омега 0. Ну, а тут остается опять плюс 2. Потерение перевалок генетически и функционально одинаково. Поэтому это для одного состояния. Ну, а дальше мы должны сосчитать r квадрат для всех заполненных состояний. с учетом того, сколько частиц сидит на каждом уровне, с учетом вот этого. И разделить это, чтобы получить среднее, мы должны разделить на а, на полное число частиц. Тогда получается следующее, что m квадрат средняя нота. Мы должны написать, что здесь единица на а, здесь стоит сумма по m большому от 0 до, ну, n первым назовем его, верхний уровень заполненный. И здесь стоит h поделить на m омега 0, n плюс 3 вторых. И здесь стоит вот это еще, а под 5, сколько частиц на каждом уровне, еще умножить на 2, их нужно. На 2 по спинам. На 2 по спинам. На 2 по спинам. Ну, либо там можно 1 по 2 убирать. Если мы хотим учесть. Ну вот, если подставить сюда вот эту сумму, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3 вторых, то, ну, вы знаете, что все-таки суммы считаете точно. Поэтому, просуммируя произведение таких множеств, в общем-то, особых проблем нет. И получится ответ такой. Так, еще, и еще надо, еще надо умножить на 2, кстати, из-за того, что еще есть протоны и нейтроны. Еще протоны и нейтроны есть. Ответ получен такой. Это будет h поделить на 2а м омега 0, А здесь будет nr плюс 1 умножить на nr плюс 2 и еще умножить на nr плюс 2. nr плюс 2 в квадрате будет. И умножить на nr плюс 3. Вот такое получается. nr плюс 2. Это сумма. Так, теперь что такое nr? Ну, nr определяется тем, чтобы сумма всех частиц была равна a. Сумма всех частиц была равна a. Поэтому nr, это когда вы просто без вот этого фактора суммируете, это будет тогда просто полное число частиц. Тогда получается, для nr получается равное не такое. a равно 1 на 3, с учетом всех этих заследований факторов, здесь будет nr плюс 1 на nr плюс 2 и на nr плюс 3. Вот что такое a. Ну, а тут стоит nr плюс 2 в квадрате. Остальное очень вроде бы хорошо ее убрать. Ну, и все, теперь, значит, вот это подставляем, значит, вот этот nr отсюда сюда. Частично а сокращается, но остается nr плюс 2 в степени 1 вторая, которая, если отсюда мы посмотрим, то она пропорциональна a в степени 1 треть. nr отсюда пропорциональна a в степени 1 треть. Вот nr в квадрате стоит. Ну, и тогда, значит, подставляя nr квадрат вот это вот сюда, приравнивая nr квадрат, мы получаем уравнение на частоту. Отсюда находим частоту, что частота h омега 0 есть 5 четвертых на 3 вторых в степени 1 треть. Здесь стоит h квадрат поделить на m в 0 квадрат на a в степени минус 1 треть. Ну, если подставить цифры, то получается такая речи на 41 m поделить на a в степени 1 треть. Вот это такая вот частота. Ну, а это фактически есть расстояние между оболочками. Видно, что расстояние между оболочками в легких ядрах оно большое, в тяжелых ядрах оно уменьшается. То есть, осциллятор, когда вы увеличиваете число частиц, у вас осциллятор становится более половой. Более половой. То есть, у вас частота падает. Ну, это, как раз, это означает, что у вас плотность тогда средняя будет хостана, а размеры будут расти. Размеры будут расти. Ну, вот это вот основное достижение, что вот это, я сказал, на материи штани. Можно не воспроизвести геометрические характеристики ядер. Если правильно подобрать частоту. Ну, вот на этом мы давайте сегодня закончим. А на следующий раз посмотрим, перейдем просто к описанию с помощью орбитального момента, чтобы перечислить все уровни. Продолжение следует...